Что ты думаешь по поводу всей этой ситуации с ракетой, упавшей в Польше? Зеленский, пожалуй, до сих пор не признает, что это их ракета. Ну, все это указывает на то, что Зеленский не в курсе. Он вообще свадебный президент. Он вообще ничем не управляет. Он говорит и действует на основании информации, которую ему дали министр обороны и командующий авиацией. Да и они могут ничего не знать. Все это похоже на низкоуровневое решение. Решение запустить ракету в Польшу было принято на низком уровне. Каким-нибудь ультранационалистам, майорам, подполковникам, начальникам расчета ПВО. Эта ракета не могла прилететь в Польшу случайно. Все говорят, да это по ошибке, потому что они не знают, как работает система С-300. Это не могло быть случайностью, это было сделано намеренно. Это радарная система. Она наводится на цель радаром. Если нет цели, она идет, куда смотрит радар, пока не кончится горючее. Кто-то обозначил направление радаром в сторону Польши, куда она и летела. Потому что если бы не было указано направление радаром, ракета бы не шла прямо, она бы искала радар. Вот как это работает. Это радарная система. Сначала найти радар, а потом сделать что-то. В любом случае, русские ракеты шли с востока на запад, и украинские ракеты должны идти в направлении с запада на восток. Кто-то включил радар, запустил ракету, и она упала там, где упала. Сразу же. И вот еще одна тонкость. Ничто не происходит в украинском воздушном пространстве, незаметно для НАТО. Нам известно все. Все. Буквально. Электроника. Что-то включилось. Мы видим, электроника заработала в этом месте. Ракетный запуск. Видим ракетный запуск. Какая ракета? Видим, какой расчет и какая ракета. Мы видим, какой радар активирован и куда идет ракета. Эшелон ракеты. Азимут. И следим за ракетой, пока она не упадет. И когда ракета ушла, все в НАТО знали, что это украинская ракета. Они следили за ней, когда она шла в направлении Польши. Когда она упала, они знали, что это украинская ракета. И в штабе НАТО все. Все все видели, когда это произошло. А кто в штабе? Все НАТО, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Чехия. Почему я назвал эту пятерку? Потому что именно они вышли первыми и начали орать. Это сделали русские. Так, минуточку. Ребятки, вы в большой комнате с большими мальчиками. Играете в войнушку на большой площадке. И как будто это из фильма Питера Селлорса. Ух ты что! Панель управления! И ну все это разглядывать. Они знали, что вступят в политики и все прекратят. Что говорить о чем? Они сразу знали, что происходит. И они начали заранее формировать представление о происходящем. Знали, что это ненадолго. Они знали, что большие парни появятся и скажут. Нет, 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 нет. Это украинская ракета. Это были не русские. Но они хотели, чтобы воняло и бурлило. Они хотели, чтобы система пришла в движение, и им удалось. Им удалось. И знаете почему? Две батареи немецких патриотов передислоцируются к украинско-польской границе. Почему это так серьезно? Потому что впервые натовский противовоздушный зонтик расширяется на Украину. И если я русский, и хочу начать наступление на Львов или что-то рядом, мне придется иметь дело не только с украинскими ПВО. Мне теперь нужно хорошо помнить, что натовские ПВО, их зонтик расширился, и радары патриотов видят и следят за мной. И их ракеты могут стрелять по мне. И мне нужно прорабатывать случайности. Следить за радарами натовских ПВО, если они ввяжутся. Вот как бывает на войне, ребята. Вы же не можете разгуливать и говорить, «А, с покухой, можете стрелять в меня, когда хотите». Нет, вы говорите, «Я принял меры, вы у меня на мушке, и если вы встрянете, вам конец». Ну и они скажут, «Если ты пойдешь на нас, мы откроем огонь, все легко может выйти из-под контроля». Складывается очень опасная ситуация, и почему они это делают, чего они хотят достичь? Они дают подсказку, они не говорят о пятой статье. Я бы советовал всем пойти и перечитать пятую статью Ставаната. Ну, Джо Байден говорит, «Святая». Это святая обязанность. «Нападение на одного – это нападение на всех». Нет, Джо, прочти. Я всем предлагаю прочесть ее. «Нападение на одного – это...» «О!» «Мы могли бы прийти тебе на помощь, но не обязательно». «Мы подумаем». «И если мы придем тебе на помощь, не обязательно военным путем». Статья пятая, она про то, что НАТО может прийти тебе на помощь. Этого не требуется. Это не обязательно. Обязательно только рассмотреть вопрос. Опасная статья – это четвертая. Вот тогда страны НАТО собирают совет, который разбирается с конкретной угрозой безопасности. Посмотрите на все войны, где участвовало НАТО. Все они начаты по четвертой статье. Не по пятой. Единственное, что было сделано по пятой статье – это после 11 сентября мы перебросили на североамериканский континент из Люксембурга часть эвакуационных вертолетов, потому что они нам были остро нужны. И еще по пятой отправили пару кораблей в Средиземноморье, чтобы остановить волну беженцев. Вау. Но НАТО ни разу не уступало войну по пятой статье. А как насчет Афганистана, Риттер? Четвертая. Войска высланы по четвертой. А как насчет Ливии? Четвертая. А Сербия? Четвертая. Всякий раз. Четвертая. Это опасная статья. Ее они хотят инициировать. И когда ее можно инициировать? Что произошло сейчас? Ради чего эта ракета была выпущена? Российские удары по украинской энергосистеме и ее уничтожение. И сейчас некоторые украинские мэры говорят, эй, люди из моего города могут захотеть уехать, потому что замерзнут насмерть, если останутся в квартирах. Нам нечем греться и будет нечем. Езжайте в деревню, найдите родственников в деревне. Живите с ними, грейтесь с дровами, делайте что-то, иначе вы погибнете здесь. Что хочу сказать? Я уверен, что украинские деревеньки прелестные, но не уверен, что они могут принять миллиону людей, бегущие из городов. Что означает, ожидайте новой волны беженцев в Польшу. Они появятся в границе, и поляки их не пустят. Мы вам не рады, и лимиты у нас исчерпаны. Они больше никому не нужны. Их поезд ушел. А что происходит, когда миллионы людей скапливаются на границе? Происходит гуманитарная катастрофа. Им придется обеспечивать гуманитарную помощь, еду, медикаменты, кровь и все с этим связанное в этой зоне. Но никто не будет этого делать, пока они не убедятся в безопасности. И НАТО может заявить, мы вынуждены в соответствии со статьей 4, потому что у нас кризис, расширить бесполетную зону на гуманитарный коридор на украинско-польской границе. Это то, чего украинцы хотели с самого начала – втянуть НАТО, и в этом опасность. Кто-то может сказать, скот – это всего лишь гуманитарный коридор. Представьте себе шатер и верблюда – старая ближневосточная поговорка. Позволишь верблюду сунуть нос в шатер – кончится тем, что он туда войдет полностью. Если верблюд засунет нос в шатер – это конец. Если НАТО развернет свои ПВО или бесполетную зону, следующим шагом будет полномасштабный вход НАТО на территорию. Чем ответит Россия? Она уже говорила. Если НАТО вмешается, будет война. А как может закончиться война между НАТО и Россией? Одним способом – обменом ядерными ударами. Кранты всем. Вот почему это очень опасно. Иные говорят – да пустяки – пара беспризорных ракет. НАТО отреагировало. Там теперь две батареи патриотов, которые разворачивают свой зонтик ПВО над Украиной. Эта ситуация очень опасна. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...